приветствую вас друзья уже примерно 5 дней у нас идет легендарный охотник и чуть меньше месяца осталось у нас до его окончания в этом видео покажу вам два лучших танка по моему мнению для этого режима посмотрим сборки на эти танки что в них качать и стиль игры что в бою стоит делать а что лучше не надо вначале покажу три победителя по 500 золота из прошлого видео они оставили комментарии с никами я случайным образом выбрал трех победителей под этим видосом можете тоже участвовать под следующем видео покажу трех победителей по 500 золота участвуют только те кто играют на ру регионе и так в легендарном охотники призовой фонд уже почти 10 миллионов рублей а впереди еще практически месяц поскольку он заканчивается 25 июля а я видос он записан вечером 28 июня только еще все впереди можете вступать в мою команду фармить золото если играете в стального охотника наша команда занимает пока что 23 место 23 место это значительно выше середины на мой взгляд мы в грязь лицом не упали при нашем небольшом комьюнити нашем небольшом канале показываем нормальный результат составляем конкуренцию нашей небольшой дворовой такой командой я могу вам вами принципе гордиться вы молодцы кто еще не вступил обязательно вступайте когда турнир закончится все золото которое вы нафармили за это время вы же его и получите кто сколько наиграл 100 столько и получит плюс еще лучшему одному ли двум еще от себя я накинул 5 10 тысяч голды я не знаю сколько будет сколько смогу столько и закину но не суть давайте теперь поговорим про два лучших танка на мой взгляд которые больше всего фармят опыт в этом режиме если вы играете просто золото пофармить то вам нужно занимать просто какое-то место в пятерке лучших в бою и этого достаточно вы можете просто выбрать танк на который вам проще который вам больше всего нравится и просто катать на нем в кайф но если вам надо показывать максимальный опыт чтобы в турнире занимать в личном зачете высокие места то вам нужен танчик который много фармит опыта чтобы много нафармить опыта наша задача набивать урон делать фраги и рубиться с врагами основная наша задача это как можно больше перевалить врагов с этой задачей у нас справляется рэй в nt7 на мой взгляд этот танчик на втором месте по возможности набивать кучу опыта а тот танк который на первом месте мы поговорим чуть позже сначала разберемся с этим что это за зверь такой я посмотрел различные рейтинги личного зачета у блогеров личного зачета у игроков которые не блогера как просто как игроки идут также посмотрел на вот реплей с реплеи от отсортировал их по опыту и я заметил что всего лишь два три танка выделяются на общем фоне в плане того чтобы набивать кучу опыта и рэй в nt7 четко занимает второе место причем он наверное более популярен чем танк на первом месте его прям очень много но многие раскачивают его через броню мы видим что наш герой который играет этот реплей который набил очень много урона и получил много опыта раскачивая танчик через максимальную скорость динамику и через барабанную пушку то есть никакую броню он не качает ну и понятное дело в радаре он выбирает дистанцию а не перезарядку вот в принципе и все что касаемо тактики боя вначале собираем кружочки там убиваем ботиков прокачиваем барабанную пушку из барабанной пушкой уже можно начинать рубиться с щеликами причем тактика следующая не нужно впарываться во врагов раздавать барабан и стоять на перезарядке перед ними или кататься в позиционке раздаем барабан и потом нападаем на них на перезарядке пока доезжаем до врага заряжаемся и добиваем его причем это на первой слабой барабанной пушки и на топовой барабанной пушки то же самое не нужно прям въезжать во врага и раздавать барабан и пытаться потом как-то от него убежать или что-то еще. Поскольку барабана не хватает, чтобы забрать танк целиком, нам нужно сначала его располовинить и потом уже приезжать добивать со второго барабана. При этом еще как можно чаще прожимаем скилл, который ускоряет нашу перезарядку. При необходимости еще иногда используем ульту, которая делает вокруг нас большой красный такой круг, в котором все враги замедляются и перезарядка у них замедляется тоже. Понятное дело, чтобы его поставить, нужно доехать до врага и прям вокруг него его поставить, поскольку этот круг ставится вокруг вас. Поэтому нам нужно к врагу прям впритык доехать. Его используем в особо тяжких ситуациях, когда уже прям тяжело и мы просто не заберем с двух барабанов. Вот в принципе и вся наша тактика. Также еще посмотрел топовых игроков, которые показывают хорошие результаты в этом режиме. Суть в том, чтобы убивать отбившихся челиков, либо же стрелять сбоку, когда кто-то с кем-то сражается и стараться не въезжать в перекрестный огонь. В этом вся суть самых результативных боев. Поэтому есть смысл вторым танком использовать Raven T7, использовать его на скорость с барабанной пушкой, отыгрывать от позиционки и если кого-то располовинили и он отдельно сам катается, то пробуем его добирать вторым барабаном. Вот в принципе и все. Такая вот правильная четкая игра должна быть, чтобы реализовать этот танк. При этом если вы катаете городскую карту, то там на Raven T7 можно выбрать сборку на броню. И корпус бронированный, и башню бронированную. И подтягаться с тяжами не хуже, чем сам тяж. Ну пушку конечно же тоже выбираем барабанную. Ну и переходим к танку, который у нас на первом месте. По моему мнению, по опыту, который может показывать самый жесткий результат по опыту в этом режиме. Это конечно же Arlequin. Французская ЛТ. Здесь немного некоторые вещи отличаются. Радар конечно же мы берем на дистанцию. Потом прокачиваемся на маневренность, а не на увеличение максимальной скорости. Я сам попробовал буквально перед этим видосом. Пару каток выиграл подряд на Arlequin. С такой раскачкой. И она реально удобная и прикольная. Да, конечно нужен опыт в этом режиме, но эта раскачка реально классная. Увеличение максимальной скорости это не совсем то, что нужно этому танку. Он начинает как дурак ехать прямо, бешеный, но повороты или закрутить врага это вообще не его теперь. Ты как будто бы несешься на бешеной скорости на одной лыжне. Это полный бред. Но когда ты выбираешь динамику, а не максимальную скорость, он начинает и ехать, в принципе так же быстро как и ехал, но и крутить врагов и маневрировать по вот этим вот сложным картам очень легко становится. Ну как легко? Приемлемо. А на максимальной скорости ты едешь по этим кочкам, прыгаешь во все стороны, разворачиваешься, переворачиваешься и это не езда, а полная чушь. Также мы выбираем сначала барабанную пушку, а в конце мы выбираем башню на хп, на увеличение прочности и выбираем двухствольную пушку. Стиль игры с таким у нас сетапом следующий. Мы катаемся снова же, пытаемся не въезжать в перекрестные. Вначале просто лутаемся, собираем кружочки пока не выкачаем барабанную пушку. После барабанной пушки уже можем врываться через позиционку раздаем первый барабан или где-то там по крысе и потом доезжаем вторым забираем либо же если чувствуем, что с первого заберем то и с первого заезжаем забираем смотрим по ситуации. То есть пока мы барабанную пушку не выкачали, мы не боец разве что против такой же ЛТшки как мы, которая еще и стреляет плохо, поскольку если стреляет он нормально, он может нас еще и перестрелять. Поначалу ЛТ очень слабый и лучше никуда не упарываться, пока нет барабанного орудия. После того как мы взяли двустволку, нам еще нужно пособирать желательно аэродропы, синие кружочки для того, чтобы у нас были скиллы чтобы у нас были самолетики, которые бомбят и чтобы можно было вызвать брандер, этот шар который взрывается. Нужно приучиться ими пользоваться, поскольку это мощные скиллы но они не совсем удобные местами и нужно понимать как они работают. Они во-первых не сразу срабатывают и в этом вся сложность. Они очень сильно критуют, очень сильно дамажат, особенно против бумажных врагов. Также самолетики еще оглушают и когда мы два скила кидаем на врага мы с двустволки подъезжаем. Нам нужно во-первых научиться нормально давать залп, нормально контролировать врага, УВН и прицеливаться. Если мы все это умеем четко делаем, то даем залп и мы почти тысячу наносим с одного залпа, плюс брандер наносит много, плюс самолетики и некоторые враги могут уже улететь в ангар, буквально просто вот прожав несколько кнопок в одного чела, он просто исчезает. Если же ему не хватило, то мы отъезжаем, перезаряжаемся, подъезжаем и добиваем, все. Но это нужно делать с врагами, которые отдельно от всех, поэтому у нас есть скорость, маневренность, мы ищем таких челиков, которые делились и выносим их. После этого собираем с них красные кружочки, собираем с них еще больше скиллов, там самолетиков и брандеров. И отправляемся за следующим, кто отделился, накидываем на него все эти скиллы, даем ему залп, он тоже отправляется в ангар и так повторяем, пока не сделаем победу. Конечно, ко всему этому нужно привыкнуть, все это нужно научиться делать, но я попробовал, победы идут. Да, конечно, они будут идти не прям стабильно и каждый бой, но хотя бы видно, что оно рабочее, удобное и это рабочая схема. Поэтому можно тренироваться, накатывать бои, часть из этих боев будет поменьше опыта, часть побольше и накатываем, пока не получим те самые бои на кучу урона с кучей опыта. Для этого нам придется много катать каток. Кому-то больше, кому-то меньше, зависит от скилла. Впереди еще месяц, я вам показал две лучшие схемы, дерзайте, все в ваших руках. Можете в комментариях написать свои наработки, что вы придумали, как у вас получается больше всего опыта получать. Я пока что только попробовал эту схему, я ее еще не откатал полностью, все свои 25 лучших боев я на этими танками еще не накатал, но я уже занимаю среди блогеров там 18 место, среди общего рейтинга игроков там в 1000 я вхожу. Да, может быть это, конечно, не топ-1, но я пока что вот эти два топ-танка и не реализовал. На 25 реплею в такой схеме я только попробовал и увидел, что это реально работает. Плюс я посмотрел по всем таблицам, по всем статистикам, эти два танка всегда на первых местах. Поэтому я считаю, что они лучшие, я и попробовал, и посмотрел статистику. Все, вот мы разобрались, как на них играть, как их прокачивать, какой у них стиль игры, поэтому можете пользоваться, либо пишите в комментариях, что вы заметили не так, либо что вы используете по-другому. Участвуйте в турнире, вступайте в мою команду, ссылка будет в описании. С вами был Варчик, играйте красиво, всем удачи, пока.